МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4 Гомель. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Сохранить страну мирной и независимой. На площади и улицы городов вышли тысячи людей, готовых высказать свое мнение о ситуации в Беларуси. Некогда бастовать. Промышленные гиганты Гомсельмаш и химзавод работают в обычном режиме, но очень напряженном. У заводов много заказов. Наши права и нормы закона. За ответами на актуальные вопросы мы обратились в социальные службы. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. На этой неделе по всей стране прошли митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия. На площади городов вышли люди, которые именно эти ценности считают главными в государственной политике и общественной жизни. Люди, у которых есть потребность высказать свое мнение и показать свое отношение к ситуации в Беларуси. Им не нужна революция и разделение соотечественников на своих и чужих. У них есть возможность спокойно жить и работать на своей родной земле. Они хотят, чтобы их голос был услышан, а их позицию знали. Да, возможно, ее не найдешь в интернете. Людям, которые заняты своим делом, просто некогда вести споры. Но они готовы высказать свое мнение и отстоять его. Атмосферу на Гомельском митинге в поддержку мира и безопасности можно описать одним словом – горячо. На площади Ленина собралось около 15 тысяч человек разных возрастов, профессий и даже национальностей. Цель – открыто заявить о своей позиции. Здесь собрались и люди, которые не разделяли праздничный настрой и хотели поспорить. Тем не менее, очевидно, тех, кто пришел поддержать действующего президента, значительно больше. К открытому микрофону подходили семьи, учителя, военные, рабочие. Все, кого сейчас переполняют эмоции и желание высказаться о происходящем в стране. Мне страшно. Мне страшно, когда я ложу своих детей спать, что в окно сейчас залетит какой-то камень или еще что-то страшнее. Я хочу жить в мирной, спокойной, процветающей Белоруссии. И раздушу меня. Жители региона собрались на главной площади областного центра, чтобы выразить благодарность тому, за кого голосовали на выборах президента. Они видят в нем того, кто сможет гарантировать стабильную жизнь и движение к мирным переменам. Я здесь, потому что для меня батька победил на выборах еще в феврале. Потому что он не объявил карантин, он не остановил экономику, и он не загнал нас по домам. Среди демонстрантов – те, для кого Беларусь стала второй родиной. Их желание – высказаться о том, что волнует сейчас больше всего. Представители местной власти не остались в старшем. Их ранее пришли сказать свое слово. Губернатор Гомельской области Геннадий Соловей отметил, главная задача митинга – продемонстрировать единство и противостоять попыткам разделить общество. Мы вместе с вами восстанавливали Аллу. Амельчане восстановили Аллу из пепла и дали возможность вспомнить о тех, кто сегодня свою жизнь защищал нас с вами. И мы имеем право сегодня стоять на этой площади и выражать поддержку нашему президенту. Нашему президенту! За Бальску! За Бальску! За Бальску! За Бальску! С нами единый. Наша общая цель – богатая, счастливая, безопасная, мирная Беларусь. Уважаемые друзья, вы знаете, какая поддержка идет со стороны государства нашему региону. И вот буквально недавно президентом подписано распоряжение о поддержке нашего региона, Гомельского, для окончания строительства школы. И эта поддержка ощущается в его отношении к нам, к гомельчанам. И теплые слова поддержки мы всегда слышим, потому что Гомельщина была подвержена более, чем другие регионы. Поэтому мы за нашу сильную, процветающую Беларусь, и за вас, гомельчане, и за наших голорусов. Подобные акции проходят по всему региону. Возможно, не такие масштабные, однако они позволяют единомышленникам в полной мере выразить свое мнение. Для речицких демонстрантов митинг – возможность показать всем, кто не разделяет их точку зрения. Они не боятся говорить о ней открыто. Я голосовала, я ходила на выборы, я исполнила свой гражданский долг, и я пришла заявить о том, что мой голос не украден, о том, что я выразила свою добрую волю, как и все люди. Я за Беларусь, за свободную и независимую. Тем временем гомельские автолюбители и байкеры устроили автопробег по улицам города за Беларусь. Так, подрев моторов, они заявили о своей гражданской позиции. Мы живем в спокойном городе, в спокойной стране, у нас мало преступностей, у нас нету квартирных краж, мы оставляем автомобили во дворе, не волнуюсь, что его угонят. Мы все поголовно сидим на диетах, боремся с лишним весом. В принципе, я считаю, что идти на какой-то риск ради чего-то, неизвестно ради чего, нету смысла. Кто-то ходит на митинги и участвует в дискуссиях, а кто-то искренне считает, и один в поле войн. Мужчина и мальчик, на неделе вышедшие вечером на площадь Ленина, привлекли внимание всех, кто проходил или проезжал мимо. Взрослый неохотно, но все же выходил на контакт с журналистами. Представился с Сергеем. Живет и работает в Гомеле. Рядом его сын. Протесты своих оппонентов считает бардаком, с которым необходимо разобраться. Действующий президент выиграл эти выборы. Я не буду говорить, с каким перевесом. Это я знаю, что выиграл. Кроме того, я защищаю здесь свою родину. Я знаю, какая внешне политическая обстановка. И я уверен на сто процентов, что именно хотя бы эти ближайшие пять лет действующий президент приложить все усилия, чтобы защитить мою родину. У каждого своя правда, аргументы и понимание процессов, происходящих в обществе. Обратная сторона медали – люди, выступающие против действующей власти. Они разные – молодежь и пенсионеры, программисты и рабочие. Но их объединяет целый ряд вопросов. Я с 9 числа не могу нормально спать. Я читаю новости, мне хочется плакать. И это очень больно на это все смотреть. Я хочу, чтобы это наконец прекратилось. Конфликт гражданских позиций в чем-то парадоксальный. Противоположные суждения и ориентиры кажутся как параллельные линии. Никогда не пересекутся. При этом есть важные элементы, которые их объединяют. Любовь к родному краю и тревога за его будущее. Жизнь показывает, независимо от политических взглядов, большинство белорусов не хотят решать существующие проблемы силой. По разные стороны баррикад – один народ, который не хочет насилия и гонений. Все понимают, провокации и незаконные действия стране уж точно не помогут. Есть люди, которые, видимо, так думают, что это правильное выражение своих чувств, но я лично не считаю это правильным и достойным поведением. Только каким-то мирным путем. Я считаю, что травли вообще ни в каком виде недопустимо. Буллинг в стране, буллинг в мире – это то, что должно пропасть как смысл вообще. ни против кого, ни против людей с нетрадиционной ориентацией, ни против женщин, ни против артистов, которые неаккуратно высказались. Очень переживаю за все то, что здесь происходит. Очень хочу, чтобы все разрешилось мирным путем. Мы мирное государство, мы – Республика Беларусь. Всегда из истории мы знаем, что Республика Беларусь была символом мира. Поэтому мы должны решить все максимально мирным путем и ни в коем случае не допустить войны в нашем государстве. В каждой стране хватает проблем, но это все разрешимо через диалог. Я думаю, что можно и с нормальными людьми беседовать и с той стороны, я думаю, да, без эмоций. Поговорить, что ждет эту страну, если разрушить все. Как раньше было, разрушим до основания, а потом? А что потом? Плюрализм мнений – основа свободного общества. В условиях трудного внутриполитического положения люди стремятся утвердить свою гражданскую позицию. Беларусы хотят понимать, они не одиноки в своих стремлениях, их много, и вместе они способны что-то изменить. Ситуация в стране не из простых, поэтому главное, чтобы митинги были не против кого-то, а за мир и процветание. Не допустить раскол общества на своих и чужих поможет диалог, мирный, конструктивный и на всех уровнях. От тех, кто выражает протест, до представителей власти. Николай Скинтиян, Валерий Гопанько, Сергей Лукашук, Игорь Морищенко, Василий Осипцов. Новости недели. Ни одного работника Гомсельмаша не уволили по политическим мотивам. Те, кто принимал участие в акциях протеста, продолжают работать на предприятии. Несколько человек уволились по собственному желанию. С электромонтером, о котором так много пишут в социальных сетях, трудовые отношения расторгнуты по далеким от политики причинам. На этой неделе рядом с заводом прошли акции протеста. С какими предложениями пришли люди и что им ответили заводчане в следующем репортаже. Большинство белорусов и так и сдерганы тем, что творится в стране. А тут еще история с сотрудником завода, которого якобы не выпустили с территории на мирную акцию протеста, а потом уволили. На самом деле, утверждают на предприятии, решение об увольнении было принято по несвязанным с политикой мотивам из-за неоднократного нарушения трудовой дисциплины. В помещении во время акции мужчина умышленно закрыл себя сам. То, что товарищ Савицкий участвовал в акциях протеста и в связи с этим его уволили с нашего предприятия, это не соответствует действительности, поскольку работая в должности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха сетей и подстанций, данный работник имел действующее дисциплинарное взыскание за нарушение охраны труда. И поводом для увольнения послужило второе нарушение данным работникам предприятия, которое заключалось в том, что он производил несанкционированные съемки на предприятии и нарушил положение по пропускному и внутриобъектовому режиму. В среду у стенгом Сельмаша прошла мирная акция протеста. К заводу с белокрасно-белыми флагами пришло несколько десятков человек с призывом к заводчанам остановить производство. Спустя некоторое время вышли и сами гомсельмашевцы со встречным предложением идти на мирный диалог и не мешать работать. Кстати, ни один работник завода во время мирной акции не перешел на сторону протестующих. Вышли сюда высказать свою гражданскую позицию. Хочется, чтобы наша Беларусь была мирная, чтобы наши дети не боялись и жили на этой земле счастливо. Мои родители работают на предприятии, и я также работаю на этом предприятии. Хочется, чтобы оно процветало. Я за то, чтобы завод работал. По одной простой причине, что у меня двое детей и жена. Соответственно, чем больше забастовок, тем меньше мы работаем. Соответственно, я просто не получу свою зарплату, мне будет просто нечем кормить свою семью. Поэтому я однозначно против забастовок. В четверг рядом с одним из зданий гомсельмаша очередная мирная акция. Всего мы насчитали 9 человек. В основном это юноши и девушки. Только две женщины постарше. В руках листовки небольшие плакаты с призывами к заводчанам не молчать и не бояться. Одна из женщин, которая держит в руках лист с призывом к бесстрашию, прячет за бумагой лицо. Некоторые охотнее идут на контакт с прессой. Хотим перемен. Каких? Вернуть к институции 2004 года. А что в ней? Чтобы был только один президент. К заводчанам какой у вас призыв? Мы хотим, чтобы они не боялись и вышли своим словом. В первую очередь мы пришли поддержать бастующих этого завода, если они, конечно, есть. Они есть, вы видели? Есть люди, которые проходят мимо, берут листовки. Есть те, кто пишет в телеграм-каналах, что они хотят бастовать, но на них давит начальство. Я тоже пришла сюда поддержать работающих, которые хотят выходить и бастовать, но их не выпускает начальство, они давят на них всячески и все такое. Откуда информация, что закрывают? У меня есть знакомые здесь на заводе, которые говорят это. К митингующим никто из работников завода так и не вышел. Под них закончилась смена и они пошли к семьям, у остальных работа в разгаре. Потому что ответственность за выполнение заказов это не только имидж холдинга, это еще и возможность для заводчан в горячие месяцы больше заработать. По некоторым специальностям зарплата в июле превысила 3000, средняя по заводу почти 1200, у цеховых рабочих более 1600, а социальный пакет Гомсельмаша с бассейном, спортивными залами, Домом культуры, санаторием машиностроитель, многочисленными льготами и пособиями семьям один из лучших в регионе. Так зачем нам бастовать? Задают риторический вопрос сотрудники. Работа у нас есть, коллектив дружный, работаем даже и остаемся после работы на группу продленного дня. Это что значит? Это значит то, что много работы, нужно работать и просят оставаться, мы остаемся. Это оплачивается дополнительно. Да, это оплачивается. Политические вопросы меньше интересуют, интересует больше условия труда, работа, заработная плата. Работа своей удовлетворен, работаю в профессии не один год, хочу и дальше работать в том же режиме, получать достойную заработную плату и спокойствие в трудовом коллективе. Негативно к агитации остановить производство относятся и в кузнечном цеху. Отношусь негативно. На митинги, да, приходят, агитируют, но и агитируют остановить завод. Но мы против остановки завода. Митинги мирные, пожалуйста, я считаю, можно и проводить все спокойно, добиваться своих требований. Но останавливать не нужно. Сейчас у нас есть работа, мы работаем, кормим семьи, как говорится. Работа есть, все есть. Почему не работать? Зачем останавливать? У завода есть свои обязательства в поставке продукции. Также их нельзя срывать. Это потеря денег. А сейчас и так тяжелое время финансовое. Нельзя останавливать производство. Тем более в данной ситуации. Как сказал мой коллега, у нас сейчас появилась работа, у нас заказы есть. Когда можно, вот у меня семья, трое детей, мне нужно обеспечить их как-то, думать о завтрашнем дне, как мои дети будут завтра смотреть. Поэтому мне нужно сейчас, чтобы отработать, чтобы достойно зарплату принести домой, чтобы были заказы у завода. Если мы остановим производство, все, мы потеряем клиентов. Сейчас на Гомсельмаши напряженно. И не из-за политики. Просто очень много работы. Нужно успевать в отведенные сроки собирать и отгружать технику. Сейчас десятки сельхозмашин ждут в России и Казахстане. Те, кто призывает к подобного рода действиям, они не отдают отчет вообще ни себе, ни своим действиям, ни последствиям этих призывов. И наше предприятие, наш коллектив нужно отдать должное. Я со всей ответственностью заявляю, что превалирующее большинство, абсолютно большинство работников холдинга Гомсельмаш не поддерживают эти требования. Сегодня мы наблюдаем, как люди работают. Работают усиленно, понимают, что идет напряженная пора. Нужно изготавливать качественную продукцию и в срок ее нужно отгрузить. Есть так называемые обязательства перед своими покупателями, перед нашими партнерами. К слову сказать, вот у нас буквально 65 машин законтрактованных, которые должны буквально в течение двух-трех дней отгрузиться в Казахстан. Если произойдет какой-то сбой, то безусловно это отразится на общей репутации, на общем имидже и не только холдингу Гомсельмаш, но и всей страны. Поэтому наши работники это все прекрасно понимают. Они приходят на работу с нормальными мыслями. Абсолютно все в коллективе спокойно, управляемо. Марина Джала, Евгений Макенко, Новости недели. И в продолжение темы. Что закон называет запастовкой? Какая ответственность лежит на работниках и как на подобные возмущения должны реагировать руководители предприятий? Вот комментарии первого заместителя, председателя комитета по труду, занятости и социальной защите область полкома Александра Семенова. Безусловно, право на забастовку есть у каждого человека. Но в самом начале интервью справедливости ради давайте поясним, что же такое забастовка и какие задачи она призвана решать. Действующее законодательство, в частности, трудовой кодекс, четко дает определение, что такое забастовка. Забастовка это временный отказ работника от выполнения своих трудовых обязанностей с целью разрешения возникшего трудового спора, причем коллективного трудового спора. Вы подчеркиваете, что забастовка это в первую очередь речь о решении трудового спора конкретно взятого предприятия, проблемы возникшие на конкретно взятом предприятии. А сейчас хотел бы, чтобы более детально рассказали о механизме, который тоже на законодательном уровне наверняка установлен. Как должна организоваться забастовка? Тоже совершенно верно вы говорите о том, что механизм принятия решения о проведении той же забастовки, которая принимается когда? Когда нету возможности найти решение по каким-то определенным трудовым спорам. И вот тот же трудовой кодекс, следующие, последующие статьи, они определяют, что возможно проведение собрания трудового коллектива, причем в нем, для того, чтобы оно было легитимно, должно принять участие не менее половины участников трудового коллектива для того, чтобы принять решение о проведении той или иной забастовки. Потому что ее якобы невозможно было решить либо в комиссии по трудовым спорам, либо еще каким-то другим формированием. И вот тогда принимается соответственно решение, если участвует минимум половина трудового коллектива. Александр Николаевич, а как работодатель не просто может, а обязан реагировать на попытки не работать, пусть и несколько часов в день под прикрытием мирной забастовки? Вы знаете, прежде всего еще хотелось обратить внимание, что и решение о проведении самой забастовки, вот этот коллектив должен минимум, законодательно определено, предоставить нанимателю за две недели. Минимум. И тогда наниматель, естественно, либо ищет возможности для того, чтобы все-таки найти и мирным путем разрешить без всяких забастовок те вопросы, которые возникли, либо уже начинается действительно процедура проведения вот этой забастовки. В случае же, когда этой процедуры все не были соблюдены, естественно, но происходят те или иные процессы, конечно же, наниматель должен каким-то образом реагировать, потому что у него есть план, у него есть трудовой коллектив, ему нужно производить продукцию для того, чтобы потом обеспечить людей и, соответственно, заработной платой и другими социальными какими-то гарантиями и так далее. Поэтому наниматель, естественно, должен управлять процессом, должен реагировать на все действия, которые противоречат действующему законодательству. Так вот, если человек отсутствует на рабочем месте, неважно, сколько это времени, не выполняет свои трудовые обязанности, нарушает трудовую дисциплину, наниматель, естественно, имеет право в соответствии с действующим законодательством принять к нему меры дисциплинарного воздействия. То ли объявить ему выговор, замечание, то ли какие-то материальные стимулирующие, финансовые стимулирующие, например, лишить какой-то премии части, либо другие есть какие-то финансовые выплаты стимулирующие, которых тоже может наниматель, соответственно, лишить. Если же уже разговор идет не о том, что работник отсутствует, например, бастует где-то или проводит какие-то митинги, соответственно, более трех часов, то есть отсутствует работник более трех часов на рабочем месте, тогда у нанимателя уже появляется и другое право. Он может рассматривать вопрос об отсутствии работника более трех часов на рабочем месте и рассматривать вопрос об его увольнении. Потому что, ну, если человек не хочет работать, не хочет заниматься делом, мы же не можем поставить, и наниматель не может поставить, конечно, под угрозу выполнения и работы всего коллектива. Поэтому у нанимателя есть право, и он должен воспользоваться этим правом, потому что ему нужно, еще раз говорю, выполнять производственный план, выпускать продукцию, зарабатывать деньги, платить людям зарплату, обеспечить их социально-бытовые и гарантии, и обеспечить их жизнеобеспечению, в частности, путем выплаты той же заработной платы. Несомненно, протестные забастовки и раскачивание ситуации могут пошатнуть финансовую стабильность предприятий, даже самых крупных. Остановка производства хотя бы на день – серьезные риски, связанные с дальнейшими контрактами. И в этом плане есть, что терять не только заводчанам и производствам, но даже тем, кто к фабрикам и заводам, казалось бы, не имеет никакого отношения. В самом начале интервью я хочу попросить вас напомнить, из чего формируется Фонд социальной защиты населения. Прежде всего, нужно сказать, что Фонд социальной защиты населения является государственным органом, который осуществляет сбор средств на государственное социальное страхование. 80% этих средств идут на выплату пенсии, и 20% эти средства направляются на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, по беременности и родам, и другие выплаты пособий. Основным источником средств на государство социальное страхование являются обязательные страховые взносы, которые уплачивают наниматели за своих работников. Получается, таким образом государство обеспечивает тот самый социальный ориентир другими словами. Человек, который идет или собирается идти на забастовку, или же призывает к этому других, как наказывает не только себя, но и своих самых близких людей? Сумма взносов зависит от суммы начисленной заработной платы работника. И, соответственно, работник, не выходя на работу или идет на забастовку, он лишает не только себя заработной платы, но он лишает себя и формирования своего страхового стажа, который необходим сегодня для назначения пенсии. Соответственно, если остановится работа, то человек лишится не только заработной платы, но и лишится формирования своего страхового стажа. Также это скажется и на его близких людях престарелого возраста, его родителях, потому что это скажется на источнике выплат для пенсии. Это скажется на выплатах пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, пособий по временной нетрудоспособности и других пособий. И еще пример в тему. Гомельский химзавод. Сотрудники и руководство рассказали, на неделе попыток посеять возмущение в коллективе и препятствовать работе не возникало. Более того, подчеркивают, возникнуть им и не позволят. Мы просто хотим работать. Мнением огромного коллектива, его руководителя и председателя союза нанимателей региона, поинтересовалась наша съемочная группа. Электрика и энергообеспечение – это мое. И вся моя политика – добросовестно работать и адекватно относиться к событиям в стране, рассказывает во время интервью работник завода Павел Чистик. И такая позиция тут буквально у каждого. Участники акции «Солидарность» иногда говорят, что с просьбами о помощи организовать забастовку к ним обращаются сами работники некоторых предприятий. Но на химзаводе разрушительной волной никого не накрыло. Таких инициатив они не высказывают. Кто-то чем-то доволен, кто-то чем-то недоволен. Ну, это люди. Разные коллективы, разные мнения, разные судьбы, разные семьи. Поэтому в целом обстановка взвешенная. Люди понимают, что они хотят, чего бы они не хотели, но тем не менее нету каких-то таких вот ярых сторонников, что давайте что-то произведем такое, чтобы, к примеру, производство остановить или еще что-то. У нас такого нет. У нас все люди адекватные, взвешенные. Все хотят стабильности, уверенности в завтрашнем дне, чтобы они спокойно отработали, ушли домой, поехали на дачу, там с семьями, с детьми побыли. У Ольги Семеняка, техника-метролога, на химзаводе работают еще и муж с сыном. Оба поколения сошлись во мнении. Остановка производства не даст ничего, кроме сожалений в будущем. Так, для сведения, зарплата на химзаводе в среднем 1700. Работников вместе с филиалом и компаниями по аутсорсингу более 2,5 тысяч. Отношения нейтральны. Я за мирную Беларусь. Я хочу, чтобы мы жили по чистым небу, чтобы у нас было светлое будущее, чтобы дети в школу ходили, не волновались, родители не волновались. У меня коллеги, с которыми я работаю, мы только за Беларусь, за мир. На заводе подсчитали. Всего один день простой обойдется в миллион 700 тысяч долларов. А сейчас тут самая горячая пора. Удобрения нужно вносить незамедлительно. Это не ждет. В октябре продукции импортерам не понадобится. Сегодняшняя экономическая стабильность предприятия – результат 15-летнего труда. Рынки сбыта теряются мгновенно. Чтобы вернуть кредит доверия, нужно лет 5. 20% продукции идет на внутренний рынок, остальное – на экспорт. Покупают удобрения в двух десятках стран. Основные потребители – Украина, Литва, Латвия, Польша. В этом году впервые продавали в Канаду. Даже из-за короткой забастовки сдвинутся сроки поставок. Контракты могут быть расторгнуты. И партнеры начнут покупать удобрения в России. Там собственное сырье. И соседняя страна мгновенно займет свободную нишу. Если будет забастовка, либо будут какие-то волнения, конечно же, это скажется на работе предприятия. Потому что получена предоплата. Четко работает система поставок сырья. Малейший сбой, соответственно, приведет мало того, что к штрафным санкциям, так еще и к потере доверия. У нас есть большая предоплата. Мы более 80% или порядка 80% продукции отгружаем на экспорт. Все экспортные контракты у нас предоплатные. Естественно, у нас есть те контрактные обязательства, которые мы должны выполнить своевременно. Предприятия должны быть вне политики. Их дело – экономика, обеспечение продукцией и товарами, создание рабочих мест. Такое мнение высказал Дмитрий Черняков уже как председатель Гомельского областного союза нанимателей. Это понятно специалистам. А как донести информацию об опасности забастовок до сотрудников, многие из которых не знают, что сейчас правильно, а что нет. Расскажу свой опыт, когда начались определенные тенденции в СМИ, прежде всего в телеграм-каналах. Что мы сделали? Мы просто собрали коллектив, прежде всего руководителей, которые непосредственно работают с людьми, объяснили ситуацию, что в любом случае остановка либо забастовка может привести к потерям, потерям как личных доходов, так и, естественно, потерь для предприятия. К примеру, для Гомельского химического завода один день остановки равен 1,7 миллиона долларов. Законодательно это упущенные выгоды, это потери, которые могут быть доказаны и выставлены любому протестующему. Поэтому люди это прекрасно понимают, но и абсолютно нет никаких предпосылок для того, чтобы создавать такую ситуацию. Мы собрали отдельно молодежь, как такой, наверное, основной провайдер сегодняшних движений. Молодежь попросила, чтобы такая поиршистия пришла, которая не боялась бы сказать открыто директору то, что они думают. Вы знаете, хорошо поговорили, поговорили о том, что мы, конечно же, и руководство, и в целом коллектив против всякого насилия, но также договорились о том, что мы должны быть вне политики. Кстати, на время забастовок приостанавливаются все трудовые и социальные гарантии, не выплачивается зарплата. Но это мало тревожит тех, кто приходит к стенам заводов с призывами остановить производство. Это не им потом кормить детей сотрудников, которые могут лишиться работы. Марина Джалая, Игорь Морищенко, Новости недели. Какие бы политические баталии не происходили в стране, есть то, что неизменно. 1 сентября вот-вот наступит, и для десятков тысяч мальчишек и девчонок начнется новый учебный год. Накануне лучшие педагоги области собрались в Речице на традиционный педсовет. Об итогах работы системы образования и планах на ближайший год в репортаже Анны Корольчук. В этом году областной педагогический совет собрал более 700 работников образования Гомельской области. Это лучшие из лучших. Те, кто подготовил победителей и призеров национальных и международных олимпиад. Говорят, что быть учителем – это призвание, которое дано не каждому. Те, кто имеет талант педагога, остаются в профессии на долгие годы. Часто передают ее по династии. А в работе стараются использовать свои особые фишки. Я из педагогической семьи. Мне всегда нравилось то, чем занимаются мои родители. Я никогда не стеснялся этого. Я достаточно честный и прямой человек. Ну и, конечно, чувство юмора. То есть вообще тема, на которой я вышел в областной, в республиканский этап и буду представлять город Гомель и Гомельская область на республике – это интеллектуальные игры. То есть это эрудиция, это задор, дерзость, артистизм и то, что связано непосредственно с интеллектуальным творчеством и трудом. В ходе пленарного заседания председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей отметил – на плечах учителей лежит тяжелая ноша. Каждый из них должен быть настоящим психологом, разговаривать с детьми, слушать их и учить думать. Учителей в этом году ждал еще один вызов – в срочном порядке организовать дистанционное обучение. Для тех, кто раньше использовал медиа и информационные технологии в своей работе, это не составило труда. Используем программу смарт-ноутбук, к примеру, для того, чтобы как-то активизировать деятельность учащихся на уроках появились большие возможности информационные. То есть сегодня мы даем не традиционный урок, а урок, который позволит реализовать ребенка во всех его направлениях. И это очень важно. И, как я уже неоднократно говорила о том, что преподаватель, он должен быть на одной волне с учениками. Это очень важно. Дистанционное обучение должно стать удобным и доступным для всех. Коронавирусная инфекция подтолкнула систему образования к созданию единого электронного ресурса для школьников, сочетающего в себе опыт лучших педагогов страны. Платформа будет представлена до конца этого года, а полноценно заработает в следующем. На педсовете также обсуждались перспективы строительства и реконструкции учебных заведений. На этой неделе в Гомеле заложили камень в честь строительства новой школы в районе Хутор. Открыты детские сады в Гомельском районе, Петрикове и Гомеле. В 2020-м после реконструкции откроется школа в Кармянском районе и в 21-м микрорайоне областного центра. Министр образования Игорь Карпенко поблагодарил за проделанную работу и выразил уверенность, что она будет продолжена. В ходе встречи губернатор вручил денежные премии отделам образования и учреждениям для укрепления материально-технической базы. Например, Новобельский район Гомеля получил 220 тысяч рублей. Открытый разговор на злобу дня коснулся и послевыборных событий. Давайте умеем эмоции. Для нас важно обеспечить детство в стране. Важно, чтобы дети были заняты. Важно, чтобы дети получали качественное образование и воспитание. И важно, чтобы сегодня мы прекратили этот буллинг, эти нападки на учителя. Потому что учитель такой же гражданин своей страны, имеет на такое же право на свое мнение. И вместе с тем образовательный процесс и учреждение образования это не место для политических баталий. Вот это тоже хотел бы подчеркнуть. Лучших учителей области отметили грамотами и благодарностями Министерства образования Беларуси, Гомельского облсполкома и Совета депутатов вручены нагрудные знаки отличник образования. Отдельно аплодисментами зал поддержал тех 8 учителей, которые в сентябре будут представлять нашу область на республиканском этапе конкурса «Учитель года». Награды за особый вклад в развитие образования вручили предприятиям, традиционно оказывающим поддержку образовательным учреждениям региона. Добрые слова прозвучали и в адрес ветеранов педагогического труда. Анна Корольчук, Евгений Макеенко. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова